Мы едем на работу, сейчас вам шторм, покажу какой у нас хираши, ветероган такой вообще, погода-непогода. Продолжение следует... Петроган такой с моря дует вообще, тут тучки такие, но уже сон, как бы хочет солнышко выглянуть, в общем, да, надеюсь, что все мои клиенточки не испугаются такой погодой и дружненько, пучком-дучком, один за другим пойдут укладывать волосы, а иначе как же они будут выходные проводить, с грязной головой что ли, вот так будем надеяться. Я отработала, первую половину дня пришло время, когда мне нужно уже укладывать волосы, отрос уже, я предупредила свою родственницу, ну, которая меня стрижет, чтобы мне подстричься, но она не идет, а я ей радуюсь, знаете, потому что сейчас на празднике как-то, ну, не хочется мне стричься, а после обязательно состригу эти кудри дурацкие, потому что сегодня утром пришла на работу и на голове было черти что, несмотря на то, что я по... ну, была вчера нормально уложена, сегодня утром от влажности пипец был, будем за Чарли убирать. И вот пришлось укладывать расчесочку, фен и тоже укладочку. Но у меня от такой влажности у меня ничего не держится, у меня опять кудри начинают виться, как им хочется, в разные стороны, в общем, да, не люблю я, когда у меня отрастает волос. Кто-то подъезд, лифт вынул с хлоркой, а вы знаете, Чарли пришлось на руках везти, потому что он когда вот так походит по хлорке, потом прыгает на меня, у меня остаются обесцвеченные эти следы лапы. У нас, кстати, сальсерка легкого, она всегда, когда уезжает, она, по-моему, француженка или... Ну, в общем, не иностранка, коврик убирает, я уже обратила на это внимание. Да, прыгай, прыгай, тебе будем снимать эту. Я вчера лодырь такая, сумку не разобрала, сейчас буду разбирать, там все равно все в стирку. Так что, сейчас разберу сумку, пока будет обед у меня греться, переоденусь. И пойду в свой огород, посмотрю, что там у меня. Не потопло, не затопло, ничего. На улице очень тепло, 19 градусов, может быть, даже все 20. В общем, только очень сильный ветер. Ну, с моим огородом все хорошо. Смотрите. Все растет. Вот эта точно принялась. Даже вот эта принялась. Даже, по-моему, вот этот принялся. Смотрите, он встал. В общем, все растет. Класс. Шикардос. Скоро будем кушать свои... Как их назвать-то? Свои труды. Так вот у нас вот. Красиво и жарко. 22 градуса показывает моя метеостанция. На крыше нам все 28. Красота. Ну все, огород посмотрели. Можно идти кушать. Вот такой у меня сегодня обед. Кстати, получилось очень вкусно. Всем приятного аппетита. Недолго музыка играла. Такая у нас погода изменилась. Это не меня. Иду на работу. У меня есть клиенты. А так бы я тоже не пошла бы. Но мне позвонили и сказали, что придут. Потому что, смотрите... А завтра уже все. Солнце передает. Тя, льва? Пока. Пока идет. Так неохота. Я бы дома полежала. С удовольствием. Кино посмотрела. Но нет. У нас там в честь Рождества. В общем, устраивают. Вот такой вот, видите, шоколад. Со всякими вкусняшками. Но так как погода не очень. Вот они спьют анис. Это такой алкогольный напиток. Вообще, это все на площади делается. Вот, которая у нас тут площадь. Но так как дождь. Вот там устроились. Вот так вот. Оля, народ тусуется. Прям ходит. Вообще, тут целая площадь. Даже полиция, смотрите. Но вообще, целая площадь. Вот прям забивается, когда хорошая погода. Это все бесплатно. Для жителей вот этого района. Я бы тоже могла пойти полопать шоколад. Со всякими вкусняшками. Ну, там бисквит, пироженки. Вот. Обычно вот на площади на вот это делают. Но видите, дождь идет. Поэтому как бы погода не шепчет. Ой, а куда я делаю этот замочек? В общем, я сейчас уже замок пойду. Блин, замок куда-то делаю. Замок куда-то делаю. Вот. Куда он... Ах, слушайте, я его взяла. А куда же я его делаю? В общем, буду искать. А еще сегодня в церкви в 8 часов будут такие, как бы сказать, новогодние частушки. Бейянсикус. Бейянсикус, по-моему, так они называются. Ну, типа новогодние частушки такие вот. Вот. Тоже бесплатно все дела. Ну, чтобы развлекать народ. Какой дождь, знаете, моросит. Ветер. В общем, я сейчас поеду в Меркадон. У нас нет ни клочка, туалетной бумаги. Поэтому вчера салфетками уже пользовались. Пипец. Надо сейчас заехать купить. Потому что в понеделье будет народ в Меркадон. Ух, смотрите, какая погода. Страсть сколько. Наверное, сейчас много. Все как это, с голодной стороны. Всем надо кушать. Ну, и что ждем? Приглашение? А сейчас, ну, и тюти. Тюти я мало в прошлый раз купила. Да, совсем немножко. Для зубов надо купить что-нибудь. Ой, сладкий. Кусичку стим. Ну, ну, ну. Поцелуй, людей. Поцелуй, людей. Поцелуй. Для начала зайду в Декатлон. Посмотрю, может быть, леггинсы какие-нибудь. Или еще что. Машина оставила в паркинге там внизу. Народов столько много. Все куда-то бегут, бегут. Вот видите, ветер какой. А Декатлон находится прямо рядом с Меркадоной. Посмотрю, что там есть. У нас, кстати, завтра тоже все открыто. Потому что, наверное, все уже знают, что в Испании все закрывается в воскресенье. А завтра, из-за того, что вот праздники, скоро будет все открыто. Так, мне хотелось леггинсы посмотреть. Какие-нибудь симпатичные. Вот знаете, в чем проблема? В том, что мы ходим, как эти, одинаковые все. Вся одежда одинаковая у всех. Хочется какие-нибудь красивые. И не такие, как у всех. Ну, они у всех вот одинаковые. Вот эти тоже неплохие. Я вот люблю, ну, понятно, да, розовые. Это вообще какие-то дешевые. А, нет, не дешевые. 17 евро. Какая-то ткань прям такая, какая-то неприятная, знаете, к телу. И потом вот так, на жопе вот так белым становится. Это некрасиво. О, господи, это что такое? За деяние такое. Все это фигня на постном масле. Ничего мне не нравится. Не знаю. В общем, вот так ничего нет. Такого симпатичного, симпатичного ничего нет. Это что-то уже мужское, по-моему. В общем, ничего нет. Пошла я в Меркадон. Пошла я в Меркадон. Меркадон. Смотрите, какие салфетки появились. Розовые, розовые. Мой любимый цвет. Розовые. А еще, скажите, вы пользуетесь вот такими пакетами для духовки. Я вот люблю пакет такой, рукав. Вот, рукава. Кстати, вот хожу, сейчас вспоминаю. То, что тут набрала. Сейчас дома вам покажу. А еще мне фольга нужна. Фольга тоже закончилась. Танка тоже всегда в доме нужна. А, кстати, флан я буду делать точно. Сейчас приеду домой флан сделаю. Народу, конечно, жесть. Все какая-то... А, и у меня черного чая вообще нету. А вот еще какой-то чай. Матча какая-то. Что за матча? Как его... Чем его едят? Что это такое? Кто-нибудь пробовал? Расскажите мне, пожалуйста. Вот он 2,75 стоит. Как его пить-то вообще? Может, взять попробовать? Батиду, кондре, часу маму. Короче, я тут встала. Но мне это не я виновата. Ну, конечно, все виноваты. В общем, может, попробовать. А вдруг он мне не... А-а-а... Это... Этот... Зеленый чай... В этих... Перемолотый, короче. Нет, я такой не хочу. Черный чай. Ну, конечно, это все фигня. Надо в понедельник сходить и купить себе хороший вкусный чай. Английский чай какой-то. Что это такое? Что только нету, а? Столько всего можно перепробовать. Рубль 65. А какая-то пьют. Что-то как-то там прям нарисовано. Попробовать. С молоком, наверное, он идет или как. Попробую. Я вообще люблю все такое новое. Пробовать. Поэтому. Видели? Я его по всему магазину вижу. Он такой... Весь лето на улице. Ой, не могу. Ему жарко. Так, все. Я пойду уже на кассу. Потому что я уже закружилась здесь. Больше вроде бы ничего не надо было. Так я приехала, в принципе, за туалетной бумагой. Все, пойду оплачивать и домой. Ой, смотрите, каштаны. Вот это новые что-то. Каштаны уже готовые. Очищенные. Евро 35. Не так уж и дорого, в принципе. О, мне, кстати, чай нет. Может, чаю взять? Взять. Возьму. Чаю возьму. Всякие вот семечки есть. Эти тоже очень хорошие. Для йогуртов, для салатов. Вообще, шикардос. Плен. В общем, чего нету. Я вообще обычно для салатов вот такой пользуюсь. Там все. И изюм, и все там есть. Сухофрукты разные. Ладно. У меня глаза заведущие. Вот, что такое? Это что такое? Это что такое? Конгвес. А-а-а. Это тоже оливки. Натуральные. Интересно, девки пляшут. Ой, и вот тоже, смотрите, какие без сока. Надо же. Надо же. А еще вот эти я люблю тоже. Вкусные. Это вот. Я не знаю, что это такое. Как это объяснить. Но это вкусно. Тоже для салатов. Так что. Ладно. Глаза заведущие. Все хочу. Еще и жрать хочу. Но жрать уже не буду. Попью чайку. О, кстати, вот касса с вопой. А что тут? Тут много всякой свободной. Ну, надо же. Все. Разошелся народ. Немножко купила. Оно, блин, почти тридцатник отвалило. Сейчас вам расскажу. В общем, я взяла совок. Он стоит евро двадцать. Ну, обычный совок. Вот такой вот сандвич у меня муж ест ночью. Ну, ночью. Уже съел. Вот такой сандвич делает. Вот в этой сандвиче. Или как он. Ну, специально. Помните, я покупала. Он у нас стоит евро тридцать восемь. Евро тридцать восемь. Триста грамм там. Туалетная бумага. Три восемьдесят два. А, кстати, она где? А, она где? Вон она. Самое важное. А то у меня там ни клочка нету. В общем, три восемьдесят два. Там двенадцать штук. Такие прям хорошие двенадцать штук. Рис. Рис вот такой взяла сос. Круглый рис. Хотела вчера кашу сделать рисовую, а риса не было круглый. Надеюсь, что это круглый, потому что что-то я нигде не нашла, что он круглый. Вот. Он у нас стоит евро пятьдесят два. Так. Вот такие вот вкусняшки для Чарли. Я ему даю третью часть. Иногда, когда... Ну, иногда, в общем. Они у нас стоят евро девятнадцать. Потом, ну, вот эти вот тоже всегда надо. У меня закончились рукава для духовки. Евро шестьдесят пять стоят. Красивые упаковки. Они раньше были серые. Ну, серые обычно. А сейчас розовые. Они у нас стоят евро пять копеек. Чарли вот такую рыбку, рыбки купил ему. Красная лосось. Евро сорок пять стоит. Вонючка вот такая вот. Больше просто никакой не было. Это малиновая. Палочки такие туда вставляешь, и пахнут они вкусно. Они у нас стоят два двадцать. Чия. Семена чаи. Евро двадцать пять. Алюминий у нас стоит фольга евро пятьдесят пять. Лимоны евро семьдесят девять. А здесь у нас сколько здесь? Я лимон, воду с лимоном делаю, когда иду в этот спортзал. Он килограмм, наверное. Да, вот килограмм. Килограмм лимона евро семьдесят девять. Чай какой-то странный. Сейчас, кстати, надо чайник поставить и попить. Что это за чай? И вам покажу, что это английский стиль. Вот он у нас евро шестьдесят пять стоит. Вот этот гадость купила. Пить так хотелось, что прям сил не могла. Девяносто пять копеек. А, батарейки, весы. Я взвешиваюсь каждый день, чтобы знать, где килограмм больше, где килограмм меньше. Сейчас у меня больше килограмм, чем меньше. Надо убирать его. В общем, это отглазки с России. Пирожки, там булочки, знаете, все такое. В общем, да. Бяда-бяда. Ну, ничего. Уберем. Какие наши годы. Конфеты убрала в кровать. Все, теперь туда не лазьет. А то, знаете, на столе лежали, так рука и тянулась. Так рука и тянулась. С глаз долой и сердце вон. В общем, батарейки, чтобы всегда были, чтобы быть в курсе событий. Они у нас стоят... Вот тут их много. Шестнадцать штук. Они у нас стоят два восемьдесят пять. Ананас евро сорок. Кстати, он такой маленький. Ну, вот я в прошлый раз брала. Буквально два дня назад. Мы его уже слопали. Очень-очень вкусный. Такой прям мя-мя-мя-мя-мя. Но это я завтра его сделаю уже. Ага. И один... Один апельсин. Он стоит евро двадцать пять килограмм. Здесь потянул на шестьдесят два цента. Один апельсин. Сейчас, наверное, его съем. И все. Весь чек у меня занял. Двадцать семь пятьдесят два. Будет... А, нет. Я сегодня буду пробовать вот этот вот чай. Сейчас попробуем. Скажу вам. Что это за английский стиль такой. Кто-нибудь пробовал? В общем, это обычный черный чай. Но я его сделала... Уже будет должен английский, правильно? Там же написано типично английский чай. А я знаю, что многие англичане пьют чай с молоком. Я это никогда не пью. Не знаю, как-то чай с молоком. Но раз английский, то английский. Чего? Ну ничего, так вкусно. Но я искала черный чай. Я его купила. Что я еще хочу? Ничего. Вот. Так что вот такое видео у меня получилось. Завтра у нас обещают солнце, море, пляж. Завтра будем с вами отдыхать. И, правда, я хочу кое-что сделать. Так что не забываем подписываться, ставить лайки. И всем до завтра. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.